Кальян торт Для приготовления нашего кальяна нам потребуется несколько ингредиентов В первую очередь это слоёное тесто Мы взяли довольно-таки много слоёного... Мы взяли довольно много слоёного теста Впервые... Да что такое? Прошу прощения, ты пожалуй сниму этот девайс Так, всё, всё, нормально? Мы решили не делать тесто самостоятельно Потому что, ну, камон, типа это одноразовая история И я думаю, что в этом нет столько смысла Чтобы прям так заморачиваться А также мы взяли всяких разных штук А также нам потребуется вот такая глазурь Если у вас есть в семье или среди знакомых кондитеры Я думаю, они знают о чём речь Но, скорее всего, у них пойдёт кровь из глаз Потому что я ни разу этого не делал И очень надеюсь, что у меня всё получится Моя основная задача, чтобы это курилось И если вам уже нравится эта идея То ставьте большой палец вверх И делайте кнопочку из красной серы Для того, чтобы вовремя смотреть мои новые видео Не зря же стараюсь, правильно? Для начала нам необходимо выбрать форму Из которой мы будем делать нашу колбу То, что станет прототипом нашей колбы Мы выбрали примерно вот такую бутылочку Это самая более-менее подходящая У неё не такой высокий центр тяжести Она довольно пузатая И я очень надеюсь, что тесто с неё получится снять Поэтому делаем следующим образом Убираем нашу бутылочку пока что в сторонку Берём скалочку и наше тесто И раскатываем его Чтобы это получилось потоньше и побольше Каждый из проектов Каждый из выпусков Крэйзи Хука Я делаю впервые То есть нету какого-то тестового, пробного выпуска Когда мы, допустим, собираемся И такие типа Давайте, ребятки, откатаем Попробуем Посмотрим, что у нас получится А вдруг не выйдет Всё всегда просто рождается в голове И такой, а почему бы и нет? Включай камеру, погнали Раскатываем дальше О, смотрите, сразу дело пошло Ребятки, учитесь на моих ошибках Мы берём нашу бутылочку И пытаемся сделать так, чтобы вся поверхность Была укрыта Я понимаю, да, это сложно Но мы можем прибегнуть к технике обжимания Я так её назову Ну просто тупо, как пластилином Обклеиваем нашу бутылку тестом И стараемся сделать этот шов максимально герметичным Для того, чтобы он потом не пропускал И не дай бог не расклеился Ну что, ребятки, в целом, я думаю, принцип вы понимаете Я очень надеюсь, что это будет работать Следующим этапом Берём И ножичком Срезаем аккуратненько Ровный участок Для того, чтобы у нас дно было ровным Так, с этим мы уже практически закончили Осталось сделать дно Дно мы будем делать отдельно Потому что, если мы сделаем дно сразу То мы не сможем достать бутылку Или нам придётся разрезать её там каким-то образом Склеивать по-другому Я решил сделать так Я беру ещё один лист Ребятки, опять муку забыл Ететь, колотеть У нас есть наша бутылочка Которую мы устанавливаем Вот тут вот И ножичком С небольшим отступом Делаем круговой надрез Жарко, ребятки В общем, колба у нас практически готова Мы можем уже готовить её к тому Чтобы помещать её в духовой шкаф Для того, чтобы выпекать основную часть нашего кальяна Так, ребятки, мы практически разобрались с нашей колбой Теперь нам осталось заняться тем, чтобы изготовить нашу шахту И нашу чашу В первую очередь мы приступим, конечно же, к шахте Как вы думаете, что я взял за основание? Я сломал свой собственный штатив Потому что мы не нашли никакой палочки подходящей Она металлическая Она анодированная А не просто покрашенная Поэтому я не буду переживать за то, что она испортится Либо передаст какое-нибудь вредное вещество Хотя, когда меня это заботило? Давайте приступим Мы берём наше тесто и наносим его на нашу палку Отрезаем Наше лишнее тесто Берём скалку Не повторяем ошибок предыдущих раз Насыпаем немножко муки И чуть-чуть удлиняем Потому что шахта должна быть чуть-чуть подлиннее Ох, ребятки, я вспоминаю те самые великолепные времена Когда все считали, что, допустим, когда ты возвращаешься из Турции И ты привозишь кальян Если ты привёз маленький кальян То это плохой кальян А если ты привёз высокий кальян То вот это настоящий кальян И он будет куриться значительно лучше Потому что большой почему-то курица лучше Короче, я не знаю Если вы до сих пор такого же мнения Я развею ваши фантазии На самом деле это не совсем так И ещё Я как неопытный кондитер Буквально сейчас я узнал, что Оказывается, поверхность, на которую мы наносим тесто Желательно чем-то смазывать На, серьёзно Если мука, допустим, на этой поверхности будет держаться вряд ли хорошо Поэтому мы берём обычное сливочное масло И наносим его на поверхность На которую впоследствии мы будем наносить наше тесто Чем больше масла, тем больше Будь вероятностью, что эта хрень у нас не прилипнет Я думаю, этот штатив никогда бы не подумал, что его ждёт такая участь А также, ребятки, если мне не соврала та самая бабка Которую я встретил на остановке Что нужно помазать наше тесто яичком Если помазать яичком, оно будет склеиваться лучше Ну, в целом, как бы это выглядит очень даже многообещающе Уже вполне начинает вырисовываться какая-то картинка Поехали дальше К сожалению, я пришёл к выводу, что Ну, вряд ли у меня получится сделать полноценный шланг Я подумал, а почему бы не сделать его, допустим, как тесто для пельменей варёное Но проблема в том, что он будет закупориваться И, ну, нихрена не получится Поэтому пришёл к выводу, что шланг всё-таки, как бы это прискорбно ни звучало Придётся использовать заводской Нам осталось сделать чашу В целом, я рассматривал несколько вариантов приготовления этой чаши Думал сначала, почему бы не попробовать слепить её целиком просто вручную Но потом думаю, ну, блин, это же всё равно будет как бы кривовато И почему бы всё-таки не взять что-то за основу Кто-то называет его стаканчиком Кто-то называет его Роксом Кто-то Харикейном В общем, у него очень много названий Но я, допустим, называю его Рокс Мы берём наше масло Наносим на внутреннюю часть Берём пальчик И равномерно наносим на стенки Потому что чем лучше мы смажем Тем лучше будет выходить Ну, если вы понимаете, о чём я Всё, теперь Найдёшь ты нахуй, нет? В нашем бокале нанесён лубрикант Внутрь которого мы помещаем вот этот кусочек теста Мы разминаем наше тесто по стеночкам нашего Я люблю слово «наше», чё вы до меня доебались? Если хотите, я могу вот прямо здесь сделать счётчик «наши метр» И будем считать, сколько раз дядя Лёша сказал слово «наше» в кадре А вы попробуйте в комментариях угадать, сколько Если угадаете, то, допустим, я отмечу вас в следующем видео Разминаем тесто наше по стенкам нашего бокала Делаем чашу повыше В углублении чаши будет что? Наша любимая сеточка для мойки мытья Да-да-да, она будет в этом выпуске тоже А вы чё думали, я про неё забыл? И, ребятки, кульминацией, завершением Для того, чтобы наша ёмкость, вот эта внутренность Куда мы будем закладывать наш табак Осталась того же самого размера, а не разбухла Мы используем вот такую импровизированную пробочку Из рюмки, смазанную предварительно маслом Теперь осталось только ждать Рекламная пауза А ты в курсе, что у дяди Лёши появился новый канал? Научи плохому Там тебя ждёт огромное количество крутых шоу Кулинарное трэш-шоу доширочное Новостной блок бомбления DIY научи плохому И огромное количество других видео Подписывайся, ставь колокольчик и будь с нами Ну что, ребятки У нас практически всё получилось Почему практически? Потому что возникли определённые трудности Вот эта вот история Она растрескалась Казалось бы, всё Больше ничего не получится В принципе, можно взять и всё и выкидать Но не тут-то Нет, почему я так вежливо? Там плава Я всё равно сделаю из этого калья И вообще ничего не знаю Горячая сука Короче, вот эта вот хуйня Я нарекаю тебя чашей для кальяна Постой немножко, остудись И мы с тобой проведём дальнейшие операции Ну, в принципе, чё бы и нет С этим можно работать Я долго думал, каким образом сделать так Чтобы эту хрень всё-таки восстановить Какой есть строительный материал Который позволит как цемент Связать все наши разрушенные структуры Наши колбы И у меня родилась такая идея Я возьму обычный молочный шоколад Растоплю его на паровой бане Залью тут всё, что только можно И создам целостную структуру И, наконец-то, я замазал всё это чудище Шоколадом И, конечно же, нам надо его немножко остудить Поэтому мы размещаем его в холодильник А пока что приступим к приготовлению глазури Ребятки Я искренне удивлён, что всё-таки у нас всё получается У вас, конечно, это полторы секунды В нашем случае это 6 ё*** часов Попыток, стараний сделать вот это вот таким И нам осталось только взять вот эту вот глазурь Налить внутрь и поставить дно И тогда у нас получится полноценная колба Которую мы сможем нали... Нет-нет-нет, ребятки, не воду Мы нальём туда молоко И поставим нашу шафту Заизолируем И я очень надеюсь, что всё-таки мы сможем покурить Полностью приготовленный, съедобный И при этом курибельный кальян-торт Перфект! 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 Ну что, ребятки, наконец-таки настал момент истины. Огромное количество времени, огромное количество усилий. Я очень надеюсь на то, что это будет работать. Потому что это самый кондитерский кальян за всю историю кальяна в целом. Во-первых, я сдерживаюсь, чтобы это не съесть, перед тем, как это покурить. Он целиком и полностью состоит из слоеного теста, заварного крема и шоколадной глазури. Давайте просто возьмем шланг и попробуем, что это представляет из себя по вкусу. Ребятки! Тут уже, если вы не знаете, то за кадром уже находится масса людей, которые хотят попробовать. Потому что этот процесс занимал 9 часов приготовления вот этого чуда. Я в восторге. Я думал, что это не получится. Я думал, что это будет не герметично. Это не будет курица. Но на самом деле, вы сами это видите. Ребятки! Если честно, это очень вкусно. Никогда и никто не делал этого раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова